Сегодня в выпуске. Стоунтаун на маршрутке. Лабиринты города. Интимная жизнь черепах на тюремном острове. Мы нашли черепаху, которой 200 лет. Дерево и вот такая у нее теперь рана. Если не подписались на наш канал, подписывайтесь быстрее. Впереди много интересного. А под видео есть вот такой палец. Обязательно нажимайте на него, если вам понравится. Мы идем по Нункве до главной дороги на остановку маршрутки номер 116, на которой мы уедем в единственный город на Занзибаре. Стоунтаун. Наша цель сегодня посетить остров Черепах и пройтись по городу. Ну, будем условно. Стоит на остановке, ждет, когда народ... Маршрутки ходят довольно часто, каждые полчаса. Билет стоит 200 тысячи шина, то есть 70 рублей. Мы купили билеты и с интересом разглядываем наших попутчиков и африканскую эзотику из окна автобуса. Это какая-то сериясть, нет? Маршрутки ходят много. На той из остановок впереди нас села женщина с ребенком. Он всю дорогу не отрывая глаз от меня, а я от него. И так мы любовались друг на друга. Расстояние от Нунгви до Стоунтауна 60 километров, это примерно полтора-два часа. В пути нас застал настоящий тропический ливень. Было жарко, влажно, но нам было все равно хорошо. От конечной остановки в районе рынка Дорожани мы направились в сторону океана, по пути рассматривая местный колорит. Смотрите, какие кепочки. В Стоунтаун мы ездили два раза. И более подробно расскажем о нем в одном из выпуслов. Заблудиться здесь не заблудишься, но с помощником мы быстро вышли к порту, где собирались договориться с местными лодочниками сплавать на острых призонах или острых черепах. Тут опять пошел очень сильный дождь, но местные нам пообещали, что он быстро закончится. Это вот форт. Здесь где-то рядом, наверное, и пушки, которые по-настоящему стреляли и охраняли остров. Собираемся плыть вот на тот остров, остров призон, остров черепах. В принципе, тут недолго. Сейчас шел ливень. Мы уехали пока в маршрутке. Шел просто стеной. Думали, ну все, мы не попадем уже, наверное, никуда здесь, потому что ходить по дождю невозможно. После дождя тут прям так свежо, но тепло все равно. Так, вот этот впаривает нам, он хочет 25 долларов. Мы хотим что-то сторговаться за 20. Мы сторговались и поехали на остров черепах. На остров призон, который, вернее, это остров тюрьма. Там в основном нас интересуют не разваленные тюрьмы, а черепахи. Мне сказали, надо же смотреть, что было интересно. Занзибари сейчас такая. Такая вся из себя. Скажите, что не хорошее. А я сижу под деревом. На острове Занзибари. На Занзибари. Мы дождались свою лодку и отправились в недальний путь, потому что это было примерно минут 10-15 всего до острова. Вот мы подплыли к острову Крисон. Остров, где обитают черепахи. Раньше здесь была тюрьма. Ох, какая вода прозрачная. Входной билет стоит 5000 шиллингов или 160 рублей на чай. Я не буду. Ешь капусту, а я тебя буду снимать. Ох, тут этих черепах, как грязи. А мы 18 плюс поставим и все. Сейчас твоих рук не хочет. А что ты тащишь? Ну ты стой на месте-то. Так я ее хочу специально выманить. Господи, как я тебя боюсь-то, а? Ну все, хватит, хватит, хватит. Все, она к тебе поболзла. Пойдем большую искать. Самую большую. Этой черепахе 120 лет. Представляете, вот 120. И она живет, поживает. И добра наживает. На, иди. 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 Иди сюда. Иди. На. Довольный такой. Мы нашли черепаху, которой 200 лет. Она с поврежденным панцирем, потому что там сколько-то лет назад у нее упало, на нее упало дерево. И вот такая у нее теперь рано. Она здесь живет одна. Тут у нее там какой-то, не знаю, кто-то там у нее под боком еще одна черепашка. И она тут отдельно, ее никто не видит больше. Она уже даже не жует. Так, медленно и печально жует тогда. Она даже не глотает. Да? Ну, зато какает тоже, смотрит, как она все. Старушка, ишь какая, 200 лет. Блин, она тоже 200 лет. Смотришь, вдруг качурится вот прям при нас. Ну, это будет событие, когда мы тут видео поставим. Ой, господи, куда-то она поползла. Да, я грыз. Ну. Видите, как у нее этот... Рана. Рана. Вот на них, говорят, даже ребенку нельзя садиться. В общем, как-то они не выносят этот вес. Представьте, дерево упало. Целое дерево упало на бедную черепаху. Лет 50 назад. Ой, лет 100 назад. Да? Если 200, может. Ну, ладно. Давай, счастливо тебе. Счастливо тебе дальше лет 100 жить. Вот сюда, иди вот. Ой, ну, в общем, мы в таких-то дебрях все-таки нашли ее. Ладно, пойдем дальше. Мы встретили... Ой, дождик начался. Встретили задумчивую черепашку, такая философского плана. Ну, может быть, есть-то нечего. А что? Ее же не сильно укормили тут. Туристы плохо ходят в этих местах. Она больная. Да, наверное. Ой, так. Пойдем-ка отсюда. Пойдем-ка. Пойдем-ка. Так. Главное, на мину не наступить. Рассказывай. Мы проходим вот в развалины старой тюрьмы. Ну, там написано развалины. Да? Да. Здесь держали рабов. Рабов. Для продажи. Смотри, вот дверь, смотри, что это старые. Да, старые двери, настоящие. Это еще с тех времен двери. Они не реставрированные. Вот потихоньку. Иди сюда, чтобы куда-то все-таки... Заходим в территорию тюрьмы. Вот здесь бар. А вот эти вот щели тут были, и только куда поступал воздух. Все вольвошли. Да, и они там мерли с тачками. Вросло в стены. С ветками, корнями. Здесь подплывал корабль с ними. И они поднимались, ну, не по этим, конечно, ступенькам, а каким-то образом. И сюда вот загоняли, вот сюда, в эту тюрьму. И они ждали своей участи, когда же их там купят, приобретут или они могут здесь. Ну, сейчас вот здесь вот такое умиротворенное место. Как будто бы вообще не было никаких трагедий. Не знаю, какое дерево. Никаких рабов. Никаких рабов. Расторанчики. Увеселительные заведения. Все тихо, мирно. Только напоминают вот эти стены. О том, что это реально было. Работорговля. Кто-то здесь умирал, хотел жить. На этом острове есть отель. Резиденция. Я не знаю, хотел бы кто-то жить в этом отеле вместе с черепахами и с павлинами. Больше здесь никого нет. Зато какой у них пассейненький. В общем, Сережка там пока черепах кормил, там гладил, углаздался. Нет, вот так, вот так, вот так, солнце, вот так. Давай, давай. Три-четыре еще раз. Подожди, а меня? Ну, давай, я тебя, тебя, тебя. Возвращаемся в Стоунтаун. На всю поездку мы потратили 2000 рублей. Акуна матата.